Друзья, здравствуйте. Извините, что я заставил вас ждать. Я знаю, вы пришли сюда не за представлением. Вы пришли сюда, чтобы поздравить мою дочь Шанти с днём рождения. Пожелать ей здоровья. Больше я не смею вас задерживать. Моя дочь, наверное, уже пришла. Моя дочь, наверное, уже пришла. Если бы мать Шанти была жива, она бы увидела. Такой взрослой стала наша дочь. Ей 18 лет. Смотрите, пришла моя доченька. Проходи, дочка, проходи. Смотри, сколько людей пришло тебя поздравить. Спускайся потихоньку. Аккуратно, дочка. Осторожно. Смотри, не оступись, родная. Шанти, осторожно, милая. Осторожно. Вот так. Спускайся. Осторожно, дочка. Осторожно. Долгих лет, дочка. Долгих тебе лет. Чанчаль, помолись за неё. Помолись за мою доченьку. Поздравляю тебя, дочка. Поздравляю. 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 Дядюшка. Рамлал. Рамлал. Нет. Нет, мой дорогой брат. Нет. Нет. До каких пор я буду сам себя обманывать? До каких пор? Я знаю, почему вы все мне помогаете. Когда наступает этот день, ты тоже, моя милая племянница. Всегда меня поддерживаешь. Вы все меня жалеете. Вы все меня жалеете. Когда воспоминания дочери терзают меня. Воспоминания. Где она сейчас? Моя дочь. Моя Шанти. Семнадцать лет. Полиция тщетно её разыскивает. А я плачу. Но сердце, моё сердце мне подсказывает, что она жива. Я абсолютно уверен, что однажды она придёт и обнимет меня. Когда ты построишь дом для моей дочери? Когда же, наконец, я повстречаю свою дочь, чтобы спокойно вздохнуть и навсегда забыть о всех своих горестях и печалях? Где она? В каком уголке страны? На юге? На севере? На западе? Или на востоке? Какой религию воспитали? Динонат. Когда ты построишь дом, живя в котором, я смогу забыть о своём прошлом. Моё золото. Моё богатство. Зачем? Для чего мне вся эта роскошь? Что ты за мастер? Какой ты строитель? Не спрашивайте. Я тоже опечален. И может быть больше даже, чем вы. Я полностью разбит. Я умру от горя. Нет, Рамлал. Я обязательно найду мастера, который построит вам дом. Я переверну всю Индию. От Гималаев до Каньякумари. Обещаешь? Клянусь вам всеми святыми. Дочка. Да. Такой была моя дочь. 17 лет назад. Я узнаю тебя среди сотни тысяч девушек нашей страны. Где бы ты ни была. Какой бы ты ни была. Я буду искать тебя и ждать до конца своих дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Существует поверье, что если написать на камне свое имя и загадать самое заветное желание, то оно непременно сбудется. Вы меня поняли? Поняли. Тогда скорее пишите свое имя. Мелки продаются рядом с вами. Один мелок, 10 пальцев. Вишен Тарам Продакшнс представляет фильм, поэма о камне. Автор сценария и режиссер Вишен Тарам. Тарам Продакшнс Композитор Рамлал В главных ролях. Джитендра, Бхарти, Сурендра, Баблу и другие. Раджашри, Шантарам. Видья. Я покажу вам величайшие достижения древней индийской культуры. Пойдемте. Дочери, сестры, будущие мамы. Много веков и столетий назад здесь стояли только горы и скалы. Но однажды сюда пришел человек, в руках его было долото. И он стучал им с утра до вечера и сотворил неповторимые произведения вечного искусства. Вы поняли меня? Поняли. Прошу вас, пойдемте. Вы знаете, чьими руками построен этот храм? И кто сотворил эти скульптуры? Кто? Один из моих предков. Тогда почему вы не стали скульптором? Работаете гидом. Не каждый может стать скульптором, девочка. Надо иметь талант. Но зато у меня есть сын, Виджей. Я абсолютно уверен, что однажды он создаст скульптуры более совершенные, чем эти, которые вы видите. Лучше, чем эти? Да, да, лучше, чем эти. Маленьким он увлекался резьбой по камню, но как повзрослел, перестал брать руки долото. Ну ладно, не стоит об этом говорить. Пойдемте. Прошу вас. Почему вы остановились? Послушайте, как правило, я всегда беру по рупии за экскурсию, но если вы заплатите подве, то я не откажусь. Но почему мы должны платить две рупии? Сегодня выходной день. Всю неделю я живу деньгами, которые заработаю в выходные. Также благодаря им я смог выучить своего сына. Мой сын получил техническое образование. Впрочем, вам решать, сколько платить, одну или две руки? Две. Пойдемте, прошу вас. Самую первую скульптуру, которую я вам покажу, извоял господин Холин Нант. Скульптура изображает Парвати, сидящую на быке, окруженную страшными демонами. На голове корона, увенчанная луной. В руках она держит оружие трезубец. На шее висит ожерелье из черепов. Би-Джей. Велосипед сломался, отец. Велосипед сломался. Иди сюда, бездельник. Иду, отец. Мой сын, Ви-Джей. Опять гуляешь? Забыл, что ли, свое обещание? Обещал каждый день ваять новую скульптуру. Я и не виноват. Он мне помешал. Он? А кто он? Дядюшка. Поклонник Амара Хаяма. Кстати, он зовет вас. У него в руках ничего не было? Или он держал книгу Амара Хаяма? Держал книгу? Держал? Нет, у него не было книги, отец. Не было, говоришь. Значит, у него ко мне что-то важное. Да, что-то очень важное. Знаешь, кто они? Ну, конечно. Девушки. Девушки. Какие девушки, глупец. Сестры, дочери, будущие мамы. Послушайте, вместо меня он вам покажет храмы и скульптуры. Не забудь. Возьми с них по две рупии. Конечно, не забуду. Обязательно возьму. Две рупии. Значит так, девушки. Не девушки, не девушки. А сестры, дочери, будущие мамы. Прошу вас, пройдемте. Пойдемте. С удовольствием. Падхарье. Прошу вас. Посмотрите сюда. Скажите, чья это скульптура? Ганги. Вы меня поняли? Поняли. Замечательно. 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 Ай баач сомжьми Айе, по-доварие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Где ты была? Там, где взяла велосипед. А где ты взяла велосипед? Там, где я была. С тобой бесполезно разговаривать. Я жду тебя уже битый час. Ты что, сегодня не будешь заниматься? Нет, учитель. Сегодня выходной. Что? Это не вам, учитель. Посмотри-ка на себя. Ты вся в поту. Какая ты хорошая мама. Ты так сильно меня любишь. Вся моя жизнь заключается в тебе, дочка. Ступай, переоденься. Это не вам, учитель. Слишком много вы и позволяете, матушка. Когда много простора, цветы расцветают, учитель. КОНЕЦ Куда ты идешь с инструментами, сынок? Туда, где кроме камней ничего нет. Сынок. Я должен осуществить вашу мечту. Прямо сейчас? Я и так потерял уже много времени, отец. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 То, что надо. Да, замечательно. Идеально. Скульптура любви. Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok Дима Торzok Я не понимаю одного, мой дорогой друг Откуда мой сын после стольких лет неудач и застоя берет силу И черпает энергию для того, чтобы вдыхать жизнь в мертвые камни Дорогой друг Омар Хайям писал Любовь всему причина Любовь всему чуку Любовь в культуре Любовь без мертвых Любовь не блядь Любовь без мертвых Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Ты окрылил меня, возвысил до небес Прошу тебя, создай еще одно творение Видья Это мое изображение? Да, твое Искушение Искушение Скульптуры любви Где растворилась я, Виджей? В моем дыхании Что ждет с тобой нас впереди? Союз двух душ, любимая Что это за звук, Виджей? Звук любви Что этот звук рождает? Гармонию двух сердец Что за мелодию я слышу? Мелодия камней Как странно, она такая тихая Но заставляет душу волновать И трепетать И трепетать Какой простор? Разлился звук Возник вопрос Есть ответ Ответ на твой поставленный вопрос Вопросов масса на поверхности земли На каждый наш вопрос Мы ищем свой ответ Чтоб в сердце обрести покой Та даль, которая к себе нас манит Способна покорить пространство А мы живем в надежде создать Бессмертное и вечное творение Та-дам Субтитры создавал DimaTorzok Аааааа... ПЕСНЯ 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 как а а а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Прекрасно. Просто нет слов. Можно тебя спросить, сынок? Все эти скульптуры возникали из твоего воображения, да? Нет. Что потопил взор, сынок? Если ты не можешь посмотреть мне в глаза, своему отцу, как же ты будешь смотреть на мир? Отец. Кто эта девушка? Она чья-то дочь? Как ты мой сын? Да, отец. Кто красивее она или эта скульптура? Если я скажу, что красивее она... Тогда я расстроюсь. А если я скажу, что красивее скульптура? Тогда я благословлю эту девушку. Правда? Только не забывай, сынок, что искусство требует самоотречения. И ради него приходится идти на большие жертвы. Правильно сделали, что напомнили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поешь немного. Как вкусно. Ты замечательно готовишь. Ты приготовила мои любимые блюда. Теперь я буду есть только его. Что? Я тоже поем. Открывай рот. Нет, это грех. Есть из моих рук? Нет, сначала ты поешь. Вот это грех. Давай я тебя покормлю. Дай ложку. Что вы туда смотрите? Взгляните туда. Вот создатель этих скульптур. Как вам его стиль? Весьма неплохо. Даже несмотря, могу сказать, в его глазах есть блеск, который может ослепить весь мир. В его руках есть сила, которая поможет создать ему величественное сооружение. Но у тебя есть один большой недостаток. Бояя скульптуры, ты видишь, в камне всего лишь камень, а не бриллиант. Из-под ударов твоего молотка раздаются стоны, а не мелодия. Сказать тебе почему? Потому что до сих пор ты жив в своем тесном мирке. Ты еще не видел жизни. Поехали со мной. Куда? В Дели. Там тебя ждет твоя судьба. Там ты должен соорудить такое здание, которое еще не видывал свет. Храм? Нет. Мечеть? Нет. Все эти божьи храмы не объединяют людей в единое целое. Они, наоборот, разделяют и удаляют друг от друга. Тогда какое здание? Здание любви, покоя и созидания, где будут встречаться потерявшие друг друга. Потерявшие друг друга? Да. И ради этого тебе придется покинуть свое гнездо, чтобы увидеть свою страну, посмотреть, чем она живет, чем дышит, как и где бьется ее сердце. Ее древняя культура до сих пор жива. И ты должен познакомиться с ней. Поедешь вместе со мной? Отвечай. Нет. Почему? Думаешь, она тебя не отпустит? Если вы так хорошо разбираетесь в искусстве, почему бы вам не построить это здание? На то есть причина. Какая? Непременно хочешь знать? Я не могу протянуть тебе свои руки, взывая помощи. Тем не менее, я прошу тебя, дочка, отпусти своего мужа, чтобы он вернул надломленному отцу его дочь. стал великим скульптором страны, а также моими руками, которых я лишился во время несчастного случая. Витя! Держи, Виджей. Чем больше я на тебя смотрю, дочка, тем больше я начинаю думать, что здание, которое мы хотим построить, построим только потому, что на земле есть такая девушка, как ты. Возможно, ты – воплощение нашей мечты. Виджей, завтра утром мы с тобой пустимся в путь. Витя! Витя! Если ты будешь плакать, то я за твоими слезами не увижу дороги. Ступай, Ви-Джей, спокойно. Больше я не буду плакать. Я смахну слезы с глаз и буду ждать тот день, когда ты ко мне вернешься навсегда. Последнее объятие в преддверии разлук. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следanco drama DimaTorzok Ну, так и быть, скажу Если не вам, то кому же? Я скоро стану матерью Сказать, кто родится? Еще один маленький Амар Хайан Вы ведь рады услышать эту новость? Рады, да? Ну, ответьте же, не молчите! Дядюшка! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы прекрасно знаете, зачем. Ты надорвешься. Я надорвусь. Ты погибнешь. Я погибну, но не отступлюсь. Ты очень упрям. Вы тоже очень упрямы. Я не упрям. Я сломлен. Ваша надломленность будет мне опорой. Зародился новый день. Взошло солнце. Пойдем. Пойдем со мной. Ты тоже пошли, чанчаль. Вот это место, где дядюшка хочет построить дом для своей дочери. Я вижу слезы. Да. Безумны слезы сумасшедшего отца. В них вся сила. Благодаря им построены чудесные храмы Аджанты и Эллоры. Возвышается великий Тадж-Махал. Прошу, благословите меня. Пусть вера, благодаря которой вы не перестали ждать свою дочь, дадут мне силы построить дом. Дом для вас и вашей дочери. И всех потерявших друг друга. Когда ты приступишь к строительству? Начинай сейчас. Прошел год, как я покинул свой дом. Я съезжу домой ненадолго. Конечно. Только скорее возвращайся. Теперь он обязательно вернется. Ради этих безумных слез, за которыми скрывается улыбка. Видья! Видья, я приехал. Смотри, что я для тебя привез. Видья! Дядюшка! Куда ушел дядя? Далеко. Куда? Камаруха Яму на небеса. Что? А где Видья? Что вы молчите? Отвечайте. Она здесь больше не живет. Как бы она жила здесь без дяди. Но где она? Она не смогла жить в бедности, друг. Что это значит? Сейчас она живет вместе с мамой. В доме Дханраджа. У нее родился сын. Родился сын? Правда? Я иду к ней. Кто знает, кто отец ее ребенка? Ты или Дханрадж? Можешь. Замолчи. Можешь. КОНЕЦ Мама, мой ребенок, как бедняга разрывается от плача. Мама, прошу тебя, принеси мне его. Как я принесу, дочка, ключи от комнаты не у меня, а в руках господина. Ты лучше иди к нему, надень эти браслеты. Дверь обязательно откроется, и ты сможешь взять на руки свое дитя. Нет, нет! Он же захлебнется слезами. Что ты за мать? Не можешь помочь своему ребенку. А-а-а! 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 Меха-а! А-а-а! А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Стойте! Вы погубили мою дочь, а теперь хотите от меня избавиться? Нет! Дорогой друг Виджей, после твоего отъезда прошло не так уж мало времени, и мне трудно предположить, что ты почувствуешь, прочитав мое письмо. Тем не менее сообщаю, что твоя жена Видья покончила жизнь самоубийством. Она утопилась в реке, вместе с ребенком. Что ты сжигаешь? Своё прошлое. От прошлого всё равно что-то остаётся. Вот, например, пепел от письма. Что ты делаешь? Уничтожаю прошлое. Да, сынок. Мы будем жить. Мы поедем туда, где сейчас твой отец, чтобы доказать, что я так же чиста, как и его искусство. Я нашёл хозяин. Нашёл. Кого? Служанку. Нашёл служанку? Вы же сами сказали, хозяин, что наш повар состарился, чтобы я нашёл ему замену. Я приведу её. А я уж подумал, что ты вернулась. Ты умеешь готовить? Да. Все блюда? Да. Не будешь уходить, не предупредив меня? Что же ты замолчала? Отвечай. Скажи, что не будешь уходить без предупреждения. Да. Так она говорит на другом языке. На каком языке она говорит? Я не понимаю её. Но мне кажется, что ты нас понимаешь. Иначе как ты будешь нам готовить? Ты хочешь сказать, что ты не можешь говорить на хинди, но зато всё прекрасно? Понимаешь? Да. Да. Ясно. Ну, тогда всё нормально. Но я должен знать, кто ты. Не видя твоего лица, как я возьму тебя. Она, наверное, говорит, сэр, что в её деревне, кроме мужа, никто не должен видеть её лица. Что? Правильно я тебя понял? Да, 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 да. Неужели ты прячешь своё лицо и от своих родителей? Я ведь тебе как отец. Покажи мне своё лицо. Как твоё имя? Сумангали. Сумангали. У неё есть ребёнок, хозяин. Ребёнок? Он там. Сейчас я принесу его. А кто отец ребёнка? Я понял. Он ушёл, бросив вас одних. Ты очень счастливая дочка. Твой ребёнок рядом с тобой. Харинам Синг. Покажи ей кухню. А также её комнату. Иди. Чувствуй себя как дома. Пойдём. Нет-нет, спасибо. Мы уже наелись. Достаточно. Всё было очень вкусно. Большое спасибо за обед. Спасибо. Как вкусно ты готовишь, Сумангали. Просто пальчики оближешь. Впрочем, что я и делаю. Это комната пропавшей дочери нашего хозяина. Ты ведь хотела посмотреть её? Смотри. Вот игрушки нашей маленькой девочки. С ними она любила играть. А вот её одежда. Платьица самых разных цветов. И самых разных оттенков. Да. А это её колыбель, которую хозяин до сих пор качает. Показать тебе ещё кое-что? Вот фотография, до которой хозяин не разрешает даже дотрагиваться. Знаешь, почему? Потому что на фотографии запечатлена та ведьма, которая унесла с собой дочь господина. Показать? Смотри. Смотри быстрей. Тулси. Всё в порядке, господин. Я хотел показать вашу дочь. Мою дочь или эту ведьму. Прошло 17 лет. Но рана в моём сердце до сих пор кровоточит. Все поиски полиции по сей день не увенчались успехом. Так будет всегда, пока эту проклятую ведьму мы не изгоним из дома. Моя дочь никогда не вернётся. Никогда. Возьми, Сумангали, и сожги её дотла. Нет, Сумангали, не смотри на неё. Кто смотрит на эту колдунью, у того вся жизнь идёт вверх дном. Тебя не спасёт даже накидка. Не смей смотреть на неё. Поклянись, что не сделаешь этого. Поклянись, что не сделаешь этого. Поклянись, что не сделаешь этого. Дай бог, чтобы ты пошёл дальше матери. Стал известным поваром. Да, малыш, правильно говорю. Ну, отвечай. Знать бы, на каком языке говорит. Может быть, на Томиле? Ничего подобного. Скорее всего, на Гуджирате. Точно. Нет, не на Гуджирате. Думаю, что на Телугу. На каком Телугу? Ни одного слова на Телугу. Наверное, на Маратхе. Что-то не похоже на Маратхе. Нет. Подозреваю, что Бенгали. Нет, нет. Какой же это Бенгали? Бенгали-то похож на хинди. Мы бы что-то поняли. А у меня такое чувство, что она говорит на языке Сингали. Сумангали, скажи, ты ведь говоришь на языке Сингали? Если она говорит на Сингали, то здесь никто не знает этого языка. Если здесь никто не знает Сингали, то что с этого, верно? А у меня такое чувство, что она говорит на языке Сингали. Да, да, да. Вспомнил. Кажется, наш сосед родом из Сейлона. Позовём его? Да, конечно, позовём. Наш сосед уже пришел. Его зовут Каруна Ратни. Каруна Ратни? Спроси ее, она приехала из Цейлона? А еще спроси, в какой деревне она родилась? Как ты сказала? В Кэнди? Ты родилась в Кэнди? Кэнди. Кэнди. У нас на Цейлоне есть одно местечко, оно называется Кэнди. Так вот, она родом оттуда, из Кэнди. Хорошо, друг. Теперь спроси, когда, как и зачем она приехала к нам в Индию? В Индии, она кавада, мокада, кохама, 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 кохама? Что она сказала? Как? Это ведь Сингали. Почему ты не понял? А как я могу понять, если Кэнди, где она родилась, находится на севере, а там диалект Кэнди? А я живу в другом конце страны, и у нас совсем другой диалект. Поэтому я не понимаю ее языка. Что тут непонятного? Как же ты нас всех развеселила. Теперь ступай работать. Господин Ви Джей, наверное, уже поел? Иди забери посуду из его комнаты. Свою лень прикрываешь ребенком? Нет, нет, нет. Лентяйка, иди за ребенком, я присмотрю. Ступай. Говорю тебе, иди. Говорю тебе, иди. Говорю тебе, иди. Говорю тебе, иди. Ви Джей! Я понял. Я понял, что мне делать. Чанчаль, ты вложила мне в руку инструмент. Тем самым подсказала мне идею. Идею? Инструмент? Я вложила тебе в руку? Не волнуйся. Ты поступила совершенно правильно. Пойдем. Пойдем со мной. Вот, возьми. Я покажу, на какую идею ты меня натолкнула. Господин, ваша еда. Смотри. Я... Смотри. Смотри, Чанчаль. Видишь? Поняла, в чем идея? Нет. Нет? Теперь смотри. Видишь, какое сочетание? Многообразие в единстве. В этом вся изюминка проекта, которая и будет отличать дом дочери господина Рамлала от всех остальных. Теперь я знаю, какой будет дом. Какие цвета он будет окрашивать. Какой высоты будут стены. Сегодня я так счастлив. Очень счастлив. Безумно счастлив. И это благодаря тебе, Чанчаль. Благодаря тебе. Сынок, лучше бы мы с тобой погибли. Погибли. Мне хочется взять тебя и убежать. Но мы должны здесь остаться. Обещаю тебе. Я буду здесь жить, скрывая свое лицо и все сносить и терпеть. Только ради тебя. До тех пор, пока не смоется с меня пятно позора, чтобы потом тебе никто не мог сказать, что ты сын падшей женщины. Сынок. 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 Ты где? Сынок. 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 Ты тоже хочешь извоять скульптуру и стать, как я, скульптором? Сынок. Нет. Сынок. 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 Даже посуда пустилась в пляс. Сумангали, ты же девушка. Ты можешь сказать, они ведь будут прекрасной парой, да? Да. Да? Что, у тебя на глазах слезы? А, я понял. Ты вспомнила о своем муже. Дочка. Да, не забудь. Приготовить сладкое. Сумангали? Что случилось? Чем ты так расстроена? Что мне сказать? Хозяин приказал приготовить сладости. Так приготовь, а я тебе подскажу. Я знаю, что приготовить. Халву! Приготовишь, мама? Да, приготовлю. Но только не халву. А его любимое блюдо. Для меня? Для всех. И для него тоже. Он ведь начал строить новую жизнь. Да, Шем-Лау. Что вы думаете о моем предложении? Пожалуйста, сладости. О чем задумался, Ви-Джей? Да так, ни о чем. Ты очень много делаешь для меня. Могу ли я у тебя просить? Почему бы нет? Мы хотим, чтобы у вас, Чан-Чаль, состоялась помолвка. Мое любимое блюдо. В чем дело? Тебе что-то не понравилось? Нет, просто все как-то быстро произошло. Куда же он ушел? Наверное, хочет как следует все обдумать. Да, папа. Тулси. Да, сэр. Кто сегодня готовил сладости? Сумангале. Послушай, кто научил тебя готовить сладости? Какой странный вопрос, сэр. Девушка сначала учит готовить ее маму, потом ее свекровь. Кто же еще станет ее учить? Откуда ты приехала? Приехала? Из Цейлона. Кенди. Название моей деревни. Постой. В чем дело, Ви Джей? Посмотрите, господин Рамлал. Взгляните на нее. Она та модель, которую я так долго искал. Ну, какая из нее модель? Она же никому не показывает лица, кроме своего мужа. Не показывает лица? Она всегда надевает накидку. Накидку? Мне пришла замечательная идея, господин. Я создам такую скульптуру, которая будет символизировать дочь страны. Теперь я точно представляю, какая это будет скульптура. Это будет не просто девушка. Невеста. С покрытой головой. Прекрасно. Ты действительно здорово придумал. Сумангале. Ты слышала? Ви Джей хочет извоять скульптуру. А тебя сделают своей моделью. Моделью? Да, да. Ты будешь стоять передо мной. Вот как сейчас, с закрытым лицом. А я буду смотреть на тебя и вдыхать в камень жизнь. Сумангале. Соглашайся, Сумангале. Нет. Мама! Я понял. Она не хочет оставлять ребенка одного. Мы будем брать его с собой. Когда я видел, как он увлеченно занимается резьбой по камню, я подумал, что буду учить его. И сделаю из него хорошего скульптора. Будешь учиться, сынок? Да. Какие будешь ваять скульптуры? Как она? Прекрасно, малыш. Молодец. Теперь ты согласна, Сумангале. Соглашайся, мама. Пожалуйста. Согласна, да? Да. На голове накидка. В душе верность мужу. Образец чистоты и невинности. Воплощение идеала. Дочь великой богини. Сынок, ты слышал? Он назвал меня идеалом, образцом чистоты и невинности, дочерью богини. Дочь великой богини. Дочь великой богини. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И не подумай, мы тоже прославляем богов Прекратите этот шум! Почему вы вдруг сегодня вспомнили о своих религиях? А мы не забывали! Неужели мы не можем в стенах этого дома совершать намаз и прославлять Аллаха? А мы своих богов! И своих богинь! Я не позволю вам ругаться из-за религии! Тогда что вы нам прикажете делать? Забыть о своей вере? Хранить веру надо в своем сердце А не кричать о ней на каждом углу Ваш Аллах и ваши боги Когда-нибудь ссорились между собой? Поднимали шум? Они живут в мире и согласии, ведь так? Тогда и вы следуете их заветам Живите в мире и согласии Живите в мире и согласии Все уже давно разошлись по домам. Ты тоже заканчивай. Ты можешь заболеть, если будешь работать без отдыха. Уйди, Чанчаль. Мне дорога каждая минута. А если я не уйду? Что? Ты до сих пор не дал ответ на один мой вопрос, Фиджей. На какой? О нашей свадьбе. Сумангали, подожди. Сколько еще ты будешь молчать? Чанчаль, однажды я уже довольно горячо обжегся. Второй раз я не готов идти на этот шаг. Время все. Сумангали, подожди. Сумангали, подожди. И меня на этот шаг. А теперь людей Gotuti, чистую. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только не с тобой. В чем я провинилась? Сначала ответь. Почему ты прячешь лицо? Так положено, господин. Обычаи. Не обычаи, а обман. Нет, господин. Ты всегда меня обманывала. Изображала из себя святую, благородную девушку. Нет, господин. Нет. Лучше бы ты умерла. Лучше бы ты умерла. Ты прав. Лучше бы я умерла. Но как же наш сын? Он не наш сын. Он твой. Не говори так, Виджей. Я умоляю тебя на коленях. Не говори так. А как мне говорить? Ты опорочила не меня. Ты осквернила мое искусство. Все скульптуры, которые я создал, глядя на тебя, все они осквернены. Да, здесь каждый камень осквернен. Твоим присутствием я все сравняю с землей. Ничего не оставлю. Остановись. Не смей. Кто ты такая, чтобы мне запрещать? Это мое искусство. Мое детище. Это не только твое. Не только мое? Тогда чье? Твоих предков. Твоих многочисленных предшественников, которые, оживляя скульптуры, создавали поэму о камне. Отойди. Ни за что. Прочь. Немедленно уходи. Ты ведь этого хотела? Нет, нет, я ухожу. Я ухожу. Я ухожу. Я ухожу. Я ухожу. Ухожу. Но помни о том, что твой престарелый отец до сих пор ждет, когда ты осуществишь его мечту. Дорогой отец, я писал вам, чтобы вы приехали в Дели. Но теперь я прошу вас, не приезжайте. Я думал, что успею закончить скульптуру. Но сейчас, из-за своего душевного состояния, я не могу завершить начатое дело. Видья жива. Узнав об этом, я утратил душевное равновесие. Но я хочу заверить вас, что ваша мечта обязательно исполнится. Я непременно завершу скульптуру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Еще раз так скажешь, я ударю тебя. Прекрати. Не думай, что маленьких можно обижать. Я еще покажу, на что я способен. Что случилось, Виджей? Почему он так разошелся? Скажи мне. В чем дело? Ни в чем. Ты что-то от меня скрываешь? Да, скрываю. Скрываю самого себя от тебя. Виджей. Нет, Чанчаль, нет. В моем сердце нет для тебя места. Нет места. Нет. Нет места. Ребенок. Сумангали. Лучше бы он поранил и вторую руку. Кто, сынок? Дядя, кто же еще? Лотос, птицу, чего он только не пытался положить ей в руки. Даже не знает, что должна держать в руках женщина. Я маленький, и ты знаешь, что должна держать женщина. Я могу и сам сделать. Мама, а откуда тебе знать, что я сделал? Ты же позировала с накидкой на голове, ничего не видела, не слышала, не говорила. Как они? Правда? По-твоему, я тебя обманываю? Смотри. Еще. Еще. Если я захочу, то смогу извоять то, что должна держать женщина. Он не может догадаться. А я сделаю и утру ему нос. Зачем, сынок? Спрашиваешь, зачем я ему утру нос? Он не знает, что должна держать женщина. Все будут над ним смеяться, и я тоже. Сынок. Люди начнут говорить, что он ничего не умеет, что он глупец и недотепа. И я тоже скажу ему, что он глупец. Глупец. Прекрати. Недотепа, сынок. Глупец сумасшедший. Мама. Он не сумасшедший. Он не глупец, сынок. Он твой отец. Отец? Да. Пойдем. Больше мы здесь не останемся. Мы с тобой уедем куда-нибудь подальше от Дели. Поэма о поющем камне. Теперь даже ты не можешь нам помочь. Всего через 15 дней все занавесы берутся, и дом обретет другой вид. И потом... Я изо всех сил буду звать тебя. Шанти, моя доченька. Шанти! Мой голос заглушит эхо. Но эти высокие стены не позволят эху выбраться наружу и развеять звуки твоих шагов. Я обязательно услышу даже шорох твоих ног. Ради чего я до сих пор еще живу на свете. Лунный свет. Он обнаружит твое присутствие, играя твоими волосами. Он донесет звон твоих веселых браслетов. Он осветит тебе путь. О, Сумангали, ты! А я подумал... Что я ваша дочь? Если бы это было так. Нет, господин. Она обязательно вернется. Вернется? А как же я узнаю ее, когда она придет? Конечно, узнаете. Вы ведь отец. Правда, если не я, то кто же ее узнает? Господин, я хочу вам кое-что сказать. Вы приютили меня. Мой ребенок вырос в вашем доме. Я никогда не забуду вашей доброты. Но сегодня я должна покинуть вас. Я ухожу, господин. Что, твой муж позвал тебя к себе? Ты получила от него письмо? Нет. Тогда я не позволю тебе уйти. Скоро состоится новоселье. Занавесы уберутся. И сделаешь это ты своими руками. Я? Нет, господин, нет. Я всего лишь простая девушка. Всего лишь кухарка. Если бы не ты, не было бы этой скульптурой. Если в скульптуру не вдохнуть жизнь, она никогда не оживет. Господин, вы ко мне так добры. Но боюсь того, что ваш скульптор не согласится на это. Ваш господин Виджей. Наоборот, он будет счастлив. Он ведь прекрасно знает, что ты его вдохновение, биение его сердца. Нет, господин, нет. Послушай, Сумангали, прошу, не отказывайся. Не огорчай меня. Иначе моя вера, благодаря которой я до сих пор жив, может покинуть меня, если ты откажешься. Господин. Если ты хочешь уйти, тогда сначала убери все занавесы, Сумангали. И потом я тебя отпущу. Больше я тебя ни о чем не попрошу. Но сейчас умоляю, останься, Сумангали. Скажи мне да. Да. Не так, дочка. Улыбнись, Сумангали. Убери все занавесы с улыбкой. Хорошо, господин. Раз вы просите... В тот день у всех на устах должна быть улыбка. Правильно, дочка? Абсолютно правильно, дядюшка. Как хорошо, Тянчаль, что ты пришла. В этот день наш дом наполнится звонами браслетов и звуками прекрасной мелодии. Да, дядюшка. В твоем дыхании растворяюсь я, и в сердце твоем поселюсь. Мелодии звучат вдали, которые к себе нас манят, поэму, а камни нам посвящают. КОНЕЦ 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 ко... КОНЕЦ Играет музыка 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 Станет маленьким макетом нашей страны. Очень просторный дом. С множеством различных комнат. Словно разные части нашей страны. Да, там культура восточной части. Вон там северной. Там южной. А вон там западной. Спасибо, мой дорогой скульптор, тебе за твое необыкновенное воображение, благодаря которому ты смог утешить отчаявшегося отца. Я хочу кое-что сказать. Четыре дня назад этот дом был телом, но бездушным. Я находился в смятении, не зная, как выразить душу дома. Тогда она была просто женщиной. Женщиной, но не матерью. В ее руках ничего не было. Но сейчас ее руки не свободны. В ее руках лежит ребенок. Она из женщины превратилась в мать, которая дала жизнь, оживила и одушевила этот дом. И эта скульптура стала образцом материнской ласки. Но это не моя заслуга. А кого-то другого. Если этот великий скульптор сейчас здесь, то я склоняю перед ним свою голову в знак своей признательности. Ты? Зачем ты вышел? Ребенка я сам извоял. Ты? Но как? В твоей женщине я увидел свою маму и себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты же на меня обиделся. Так почему ты завершил мою работу? Я твой родной сын. Вот почему. Мой сын? Да, Виджей. Он действительно твой сын. Мы несправедливо поступили с ними, когда закрыли перед ними дверь и выгнали из своей жизни. Как только я узнал, в чем заключалась правда, я сразу же приехал сюда, чтобы сказать тебе, сынок, что, видя чиста, моя невестка не запятнана. Пойдем, сынок, больше нам незачем оставаться. Я доказала, что я чиста, так же, как искусство. Сынок, останови ее. Она не только твоя жена и моя невестка, она еще и дочь господина Рамлала. Моя дочь? Да. Ах ты, ведьма проклятая. Да, хозяин, вы можете называть меня как угодно, но только остановите ее. Она действительно ваша дочь Шанти. Она столько быстро дала. Остановите ее. Та, что сейчас стоит передо мной, есть Шанти? Да, господин, она ваша Шанти. Моя Шанти? Говори правду. Это твоя очередная уловка, твой новый обманный трюк. Нет, клянусь тебе, что я говорю чистую правду. Прости меня, дочка. Прости. Ты моя любимая дочь. Папочка. Папочка. Не снится ли мне все это? Нет. Прошу, стой там. Я буду издалека на тебя любоваться. Я не прикоснусь к тебе. Буду смотреть на тебя, не отрываясь, потому что я боюсь. Как бы не спугнуть этот прекрасный сон. Папа. Доченька моя, Шанти, моя милая доченька. Шанти. Диджей. Я знаю, что сейчас творится в твоем сердце. Но это все козни, сынок, злодейки судьбы, которая посмеялась не только над тобой, но и над нами. Не думай о том, сынок, сколько пролито слез. Думай о том, сколько сегодня счастливых улыбок. Но ведь это я заставил страдать невинную женщину. Судьба должна была покарать меня. Диджей. Нет. Не прикасайся ко мне. Видья, ты очень ошиблась, когда сказала, что у меня золотые руки. Нет, Диджей, я не ошиблась. Да, она абсолютно права. Твои руки на самом деле золотые. Именно они создали скульптуру, которую справедливо можно назвать поэмой о камне. Кстати, не только у него. Золотые руки есть еще и у нашего маленького внука. Да, но где же он? А то мы о нем забыли. О, вон он. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ